Приезжаем из Китая, и вот фактически граница между Китаем и Каэндэр проходит вот по этой реке. Тестим северокорейское мороженое, а так выглядит. Снимаем? Нет. 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 Тоже совсем нет. Они реально понимают по-русски. Они делают вид, что они не понимают. На самом деле, понимают. Спровождать меня будет три человека. Три. Будут стоять и смотреть, как я буду идти. Вот она прям стоит и смотрит, куда я иду, что я делаю. Я просто понимаю, что если меня сейчас узнают и мне просто конкретно ***, я не уеду отсюда. Здравствуйте. Сегодня дать нам интервью согласился ютубер и журналист Антон Лядов, который со своим новым проектом «Как люди живут» приехал к нам в Южную Корею. Добро пожаловать. Как Корея? Как Корея вообще встретила? Как настроение? Прекрасно. Честно сказать, просто снос башки от Сеула – это просто другой мир. Я просто *** от того, как вообще у них все продумано. Просто всюду мельчайших деталей вообще. Это очень впечатляет. Там, я не знаю, ты идешь по метро, есть траволатер, а рядом обычная дорожка. И там, значит, они пишут, сколько ты калорий сожжешь. Если пойдешь вот до сюда, до сюда, я сжег 14 калорий. Мотивация. Да, да, да. И вот во всем, я не знаю, продается упаковка бананов разной степени зрелости. Типа, чтобы каждый день был зрелый ***, как вы до этого додумались. Это просто, ну реально, такое ощущение, что просто другой мир очень-очень круто. Как я правильно поняла, вы свою деятельность начали с формата интервью. Почему параллельно этому формату вы решили заняться таким проектом, разительно отличительным от формата интервью? Интервью, случился бум, после понятно чего. Все начали делать, и я не скрываю, да, я тоже начал делать, потому что случился бум, потому что появился дуть, захотелось делать. Он показал, что можно делать, ну круто. Вот, и это потянуло за собой последователей. Вот, я, в общем, был одним из таких. Но при этом я понимал, да, что, как бы, это получается у меня, может быть, не так хорошо, как хотелось бы. И так или иначе, я экспериментировал с разными форматами. Я пробовал делать и совсем развлекательные вещи. Вот, и тут вот случайно я так вот сложилось. Я просто был в Венесуэле и долго, месяц. И попутно с другими делами я просто, соответственно, снимал для себя ролики. Значит, накопилась куча материала, и я в итоге просто решил, думаю, дай-ка сделаю, соберу все это. Вот, и как-то вот я просто решил подойти к этому прям так основательно. Заказал графику туда-сюда, и прям сложилось так, и случился бум. То есть на ролике я там сейчас 10 миллионов. У меня не было таких цифр никогда в жизни еще. Вот, и я понял, что, ну, наверное, что-то в этом есть. И надо как-то в эту сторону двигать. И как бы вот этот репортаж... Ну, я это называю, знаешь, типа, такой репортаж с какими-то наблюдениями, деталями, которые вот я увижу. Да, вот как-то вот, то есть поэтому вот я, ну, то есть начал с интервью, а потом, скажем так, условно говоря, ну... Но это было весьма неожиданно, на самом деле, когда ты заявил о том, что переходишь с формата или параллельно запускаешь этому формату. Тебе больше скажи, когда я выложил только в Венесуэлу, вот только-только выложил, он ее за первый там день, за первые полтора суток посмотрело 40 тысяч человек. Да, прошел плохо. 40 тысяч просмотров. Это вообще ничто. То есть у меня на тот момент на канале было там 600 тысяч подписчиков, и поэтому 40 тысяч просмотров — это вообще ничто. И я, честно говоря, я там был близок к какому-то там разочарованию, отчаянию. Ну, серьезно, я столько работал, я там первый ролик я делал, я там снимал месяц, потом месяц писал, месяц монтировал, и тут 40 тысяч, блин, и, конечно, я такой, ёпт, ну, чё, 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 ну, ну, все прям. А потом прошли сутки, вторые сутки, и он прям взлетел вообще, и я был в шоке, вот, и, ну, и, конечно, я безумно был рад, потому что, ну, явно потому что, наверное, это получается, ну, лучше, чем другое, мне так кажется, наверное. И просто начал, соответственно, пытаться делать это, вот, и, как бы, самый кайф в чём? Ты можешь это делать, когда ты можешь это окупать. Мир ютуба, мир капитализма, он таков, что, то есть ты, это должно продаваться, по-другому никак. Но, получается, сколько ты тратишь средств и времени на одно интервью, на одно видео теперь нового проекта? Интервью, ещё почему такой бум, кстати, в России? Его очень просто снимать. Ну, я имею в виду, с технической точки зрения просто, я имею в виду. Ну, то есть, по-хорошему, что тебе нужно? Тебе нужно, там, одна-две камеры, ну, две, там, две-три камеры, студия, туда-сюда. В целом, бюджет одного интервью укладывается, если рублями мерить, примерно в 50 тысяч рублей можно снять нормальное, в общем-то, интервью, там, арендовав оборудование, наняв оператора, там, и так далее, вот. Такие ролики, конечно, ну, если ты едешь в страну, это требует совершенно другие, конечно, затраты. И, опять-таки, в связи с этим, ну, например, там, я могу сказать, что в Северную Корею сколько мне стоило съездить? В Северную Корею, во-первых, стоит тур, то есть, ты покупаешь определённый тур, который... Он идёт 7 дней? Он идёт от 7 до 12 дней, ты можешь выбрать в зависимости программ, понятно, чем больше, тем дороже. Вот, и в неё мой тур стоил 150 тысяч рублей, только тур. То есть, это... Это неплохой тур. Это две тысячи, это больше двух тысяч долларов, вот, соответственно, это только тур, туда не входят билеты, туда не входят, да, билеты до Пхеньяна не входят туда. Не входят. Да, то есть, ты плюс к этому ещё покупаешь билеты. То есть, это я вот рассказываю, там, бог галтерию. Значит, 150 тысяч чисто тур, плюс у меня 1060 ушло на билеты, потому что из России туда я летел... Ну, то есть... Только через Владивосток или Китай, может? Через Китай. Я как раз ехал через Китай, специально поехал через Китай, чтобы проехаться на поезде, чтобы была хоть какая-то возможность поговорить с реальными северными корейцами. Обратно я летел через Владивосток. Вот, в Владивосток летать дорого, если покупаешь билеты не супер заранее. Вот, пожалуйста, вот 200 тысяч, это пока только вот эти. Плюс ты приезжаешь, соответственно, дальше перевод с корейского стоит там 10 тысяч рублей, я заплатил. Плюс графика стоит у меня... Я заказываю человеку, она стоит ещё где-то тысяч пятьдесят, сорок-пятьдесят тысяч. Получается, ты не сам монтируешь? Нет-нет-нет, ты не поняла. Монтирую я сам. Но есть определённые моменты, графика, когда рисуется вот инфографика, когда, например, рисуется карта, цифры какие-то и так далее. Это отдельный скилл, это прям надо обладать суперпрограммой After Effects, надо уметь это всё. Чтобы сделать это красиво, этим должен заниматься профессионал. То есть монтировать научиться может любой человек. Вот для этого, чтобы нарисовать графику, нужно прям, ну то есть отдельно этим заниматься. Вот, поэтому это конкретно единственная вещь, которую я отдаю на аутсорс. Вот, это как бы уже двести десять, плюс, значит, десять у меня получился переводчик, плюс пятьдесят, значит, графика. И плюс ещё надо посчитать аренду оборудования. То есть там камера туда-сюда, это ещё там тысяч двадцать, вот. Вот и считай, получается... Много получается. Да, без полного там триста тысяч. Это при том, что я ещё монтаж не отдаю в другие руки. Если бы я, у меня был монтажёр, на монтаж уходило бы ещё тысяч восемьдесят. Это совсем было блайдом. Вот я считаю, понимаешь, триста тысяч – это чисто продакшн. Вот, поэтому надо рекламу продавать таким образом, чтобы у тебя осталось как минимум ещё на одну поездку, да. Чтобы ты вот это мог дальше куда-то поехать. Вот в связи с этим, конечно, там растёт ценник. Такой ещё вопрос. Почему съёмки ты начал именно с таких более опасных стран, как Венесуэла, Колумбия и КНДР? Я хотел поехать в Пакистан, честно говоря. Ещё более опасных стран. Да. Я хотел прямо поехать в Пакистан или Афганистан. Я вот выбирал между этими двумя странами сначала. Но в какой-то момент я понял, что я не могу поначалу брать на себя ответственность за… Потому что я еду туда как не один. То есть я ездил с продюсером. И я понимал, что туда я тоже поеду не один. Я понял, что я даже в первый раз хотел ещё поехать с оператором. Ну там не сложилось. И я понял, что я, в общем-то, и везу за собой съёмочную группу. То есть там двоих людей. Даже несмотря на то, что я им плачу, я всё равно несу за них ответственность, конечно. И я в какой-то момент понял, что я не готов на данный момент ехать в Пакистан. Потому что если убьют меня, это как бы одно дело. Это мой выбор. А если убьют всех, то… А ещё хуже, если убьют кого-то кроме меня. Я вообще потом жить не смогу. Поэтому я принял решение постепенно подбираться к таким очень опасным странам. Особенно… Получается, эти страны в дальнейшем? Ну, в Пакистане есть рынок, где рынок оружия. Там, знаешь, идёт… Там, как говядина, вот у нас лежит свинятина. А там М-16, АК-47. Я очень хочу на этот рынок, да. Ну, нас, конечно же, интересуют наши соседи, Северная Корея. Поэтому… Северная Корея. Какое первое впечатление вызвало у тебя страна? Все мы что-то слышали о Северной Корее. И когда я начал углубляться, я, честно говоря, я две недели тупо читал. Я вот сидел, у меня так посложилось, ещё не мог сразу поехать. У меня было две недели. Я каждый день просто читал очень много разных источников, там, от ООН до советских, там, и так далее. Мне поначалу всё нравилось. Ну, что значит нравилось? Я понимал, что это не… Ну, то есть, в моей жизни там не будет ничего угрожать. Вот что я понимал, когда я туда еду. Мне так казалось. Вот. До тех пор, пока вот я не наткнулся на историю, которая случилась с американским студентом, да, который снял, значит, плакат с пропагандистским лозунгом Северной Кореи, и в итоге это обернулось тем, что он… значит, его арестовали, потом случилось что-то это, и он умер, да. Вот. И, честно говоря, учитывая… Он ехал по той же, соответственно… Ну, тоже туром ехал, так же жил, так же у него программы. И… И у меня реально… Вот реально пробежал холодок по коже, я прям с тех пор, я реально… У меня руки вспотели, прям мышка, да. Ну, потому что, понимаешь, он ехал тупо студентом, и у него не было никакого, как бы, второго замысла. Ехал туристом, и всё. Вот он… Что-то вот он сделал эту хрень, но… Понятно, эта хрень, как бы, если ты едешь туда, не стоит так делать, вот. Но… Вот он явно не предполагал, да, что вот он снимет это, и на этом закончится его жизнь. Вот. Я туда ехал, понимая, что я буду там говорить вещи, которые… И снимать вещи, которые им точно не понравятся. И вот именно из-за этого, то есть, если бы я туда ехал просто туристами, ничего не снимать, просто там пару фотографий, вообще никакой угрозы. То есть, серьёзно, тем более для русского человека… Сама безопасность. Абсолютно. Ну, серьёзно, там ничего не угрожает, если ты не творишь какую-то дичь и соблюдаешь правила, ради бога, тебе ничего не угрожает. А из-за того, что, то есть… Как выгляделы все мои съёмки? Я там начал курить. Хотя, в целом, в жизни не курю. Почему начал курить? Потому что это, в общем-то, была одна из немногих способов тупо выйти из машины. Ты везде ездишь на машине и там это и так далее. Я говорю, ребят, дайте остановимся и покурим. Мы останавливаемся, и у тебя есть там пять-десять минут, чтобы что-то отойти, посмотреть и там и так далее. И вот продюсер разговаривал в этот момент с тем, а я что-то мог увидеть там туда-сюда. И это вот… И поэтому всё равно, понимаешь, они… Ты отошёл такой, вроде поговорил такой, вроде селфи сделаешь, а потом отошёл, что-то сказал в камеру. Если они ничего не слышали – прекрасно. А если они что-то услышат… А я же рассказывал там и про смертную казнь, там какие-то вещи рассказывал, и про там… Ну, в общем, то, что им явно не понравилось. Короче, если бы в какой-то момент они услышали что-то, что зацепило их за ухо, поэтому, когда они подходили максимально близко, я, знаешь, я и включал такого вот тупого туриста, типа, «Привет всем! Здесь классная погода! Ой, нам повезло!» Вот такое, понимаешь? Вот такое. Самое классное место. Да, вот, я включал такого. Был один случай, когда мы… Я сидел, как раз пробовал вот водку там эту… Змеиную. Да, это ужасно. Да, и я… Ну, я чуть-чуть выпил, знаешь, так расслабился и так далее. Я что-то сижу, и у меня вот то, что осталось ещё… Такая телевизионная подача включилась. Я, знаешь, я такой, знаешь, как-то вот… Ну, короче, вот так, знаешь, как ведущий начал говорить. И ко мне, хоп, тут же подходит, значит, эта корейская, значит… Не наш гид, а просто другой гид. Такая… А вы журналист, да? А-а-а! Я такой… Нет. Это не опасно. Ну, а я просто, понимаешь, ну, вот как-то вот у меня включилось само, и я такой, думаю, блин, ё-моё, чё это? Ещё был такой же случай, знаешь, мы стояли как раз вот на верху идеи Чучхе, и там стоял американский журналист. Я его показывал в ролике Shaded Press. Мы тоже с ним так… Я тоже к ним подошёл так вообще на… На пустых щах такой, типа, о-о-о, прикольно, американец. Я говорю, а я тоже чуть-чуть уже расслабился там. И это говорю, о-о, а ты чё, типа, это… Приехал-то, говорю, вам же нельзя. Он такой, ну, вот, нет, там можно и так далее. Но это мы разговариваем. Он такой, а ты чё, турист? Я говорю, ну да. Он говорит, ни хрена себе у тебя камера для туриста. А камера, то есть она маленькая, но она профессиональная. Человек, ну, как профессионал, он понимает, что она стоит там, ну, там, тысяч четыреста на… Я в аренду брал, наверное, рублей. Вот. То есть обычно там, ну, кто-то, ну, там, ездит с фотиками. А это такая камера. Он такой, да, турист. Ну, ладно. Я тут про себя думаю, ёб… Ну, не стоило, конечно, этого дела, да. Не стоило лишний раз подходить. Но меня спасало, знаешь что? Там очень много китайских туристов. И они постоянно всё снимают. И они вообще замороченные на съёмки, плюс у них много денег. Вот. Они некоторые с двумя фотиками ездят. И ещё там с тремя этими объективами. И вот он постоянно всё это делает. И как-то я на их фоне, знаешь, смотрелся нормально. И они тоже делали вот типа репортаж, знаешь. Вот он стоит и просто в диктофон свой наговаривает. И я как бы был рядом с ними, и поэтому я сливался с таким этим туристом. Но я и был туристом, понимаешь? То есть если… Ну, ты тщательно подготовился. Я просто действительно хорошо подготовился. То есть я выяснил вещи. Плюс я там цеплялся глазами за какие-то вещи. Вот. А просто чем отличается, да, турист от журналистов? Что журналисты, во-первых, везут в определённые места. То есть там у тебя повезут какие-то заводы, пароходы там их смотреть и так далее. Тут как бы этих заводов не было, но… Ну, скажем так, я был тупо внимательным туристом, понимаешь? Очень внимательным. Очень внимательным. Старался быть, да. Но не было самого такого опасного или страшного момента. Особенно, когда ты встретил своих коллег, журналистов. Да. Был момент, действительно, мы ехали на ДМЗ, вот. И мы подъезжаем уже туда, к нам садится там, ну там, военный, местный. Он дальше нас сопровождает. И говорит, ой, кстати, типа, вы же из России, типа, а там приехала съёмочная группа, вот, ТАСС, по-моему. Я говорю, вы же знаете ТАСС? Я такой, нет, ну, не знаю, что за ТАСС? Он говорит, ну, это, говорит, крупное российское агентство. Я говорю, а, да, серьёзно? Ну, окей. Говорит, пойдёмся, мы вас познакомим. Я такой, ну, да… У меня сердце, ну, реально стало страшно. Я вот начал просто немножко так прятаться. Ну, я не знаю ещё. Я не знал, что делать в этот момент. Я немножко, да, знаешь, я как-то старался куда-то вот подальше отойти, чтобы… Я не понимал, от чего подальше быть, понимаешь? Ты как бы подальше, блядь, с какой стороны тебя увидит, ты же не знаешь. Вот. В какой-то момент прям прошёл мимо него. Я это услышал просто, ну, я иду просто, и я в этот момент сам говорю в камеру. А он, типа, остаётся вот слева. И я слышу эту русскую речь, и он там что-то втирает. И я прошёл мимо, и всё. Я, то есть, лицом к лицу мы, слава богу, не встретились. И потому что я понимал, что, то есть, во-первых, русские люди всегда друг друга узнают тупо по внешности. Да, мы так и узнаём друг друга. Да, да, да. Поэтому, а уж увидев он у меня камеру, а может быть, он меня бы узнал, понимаешь? Была вероятность, что меня узнал. Ну, то есть, сейчас начал делать эти ролики, и люди стали довольно часто узнавать на улицах. И я, например, когда прилетел в Китай, в Пекин, я выхожу в этот, в аэропорт, меня узнаёт чувак. Просто, о, здорово, это, типа, ты снимал там в Венесуэлла. Я говорю, да, да, прикольно, туда-сюда. То есть, я понял, что, ага, даже там вот, типа, смотрели. А учитывая, что там рядом с нами были ещё и русские туристы, причём молодые, молодые все смотрят YouTube. Я в какой-то момент, там ещё один был только момент, значит, был концерт, там дети выступали всякие, вот. Я смотрю, русская пара, мы их видели до этого, и они на меня смотрят так, как будто бы, ну, заинтересованно. Она смотрит пальцем на меня, показывает потом, он на меня тоже смотрит, типа, кивает головой. Я думаю, ё-моё, ну, неужели, ну, есть шанс, что меня могут узнать? Потому что, вот я говорил, в Пекине меня узнал человек буквально там за два дня до этого. Я там не претендую ни на какую суперизвестность, я просто, понимаешь, у меня... Это, ну, была какая-то паранойя, понимаешь? Я просто боялся всего, и поэтому мне... Всё тайное станет явно. Да, я там не... Я не думаю, что я там Ричард Гир, которого узнают там, понимаешь? Нет, конечно, но вот просто вот это... Я понимаю, что, ага, мы сидим, и, в общем, момент, когда мы встретимся, это когда закончится концерт, мы начнём выходить. В этот момент мы перед этим купили, значит, искусственные цветы, чтобы потом подарить детям. Ну, там других не было, какие дали, такие купили. Вот. И их должен был нести гид. Я говорю, а можно я пойду, типа, подарю? Он говорит, да, да, иди. Я специально это сделал. Почему? Потому что я, типа, взял эти цветы, пошёл к детям, а потом специально подошёл к ним. Подошёл к ним и говорит, типа, ребята, здорово, вы откуда? Типа, это... Я понимал, что если они меня узнают, пусть они меня узнают в тот момент, когда рядом со мной нет гидов. Ну, да. Да, то есть, когда вот мы с ними, я им что-нибудь объясню, там, даже если бы они меня смотрели, они бы, то есть, я бы не подали виду. Но нет, они меня не узнали. Это было... Я выдохнул и пошёл дальше. Ну, получается, при выезде Северной Кореи тебя проверяли? Нет, при въезде проверяли. Только при въезде? Да, мне повезло. При выезде не проверяли, поэтому ты вывез все материалы. Да, да, да. А если бы тебя поймали, например, какая ждала? Ну, я думаю, что если бы они в итоге выяснили, что я журналист, и послушали какие-то конкретные вещи, которые так или иначе указывали бы на то, что я всё-таки, там, рассказываю какие-то вещи, которые отличаются от того, что... Которые мне нравятся. Ну, особенно, которые мне нравятся, да. Я думаю, что, во-первых, у меня бы всё изъяли, это однозначно, вот. Я не думаю, что мне угрожала какая-то бы опасность, там, я уверен, что меня бы не стали убивать. Ну, закрыли бы. Ну, закрыли бы, там, ну, на месяцок. Ну, потом бы депортировали. Мы же... Я же российский гражданин. Ну, да. У нас дружба народов. Поэтому, да. Я уверен. Ну, посидели бы. Так же, как вот эти моряки, которых поймали. Как раз я когда выехал. На моряке была история. Значит, российские моряки рыбачили в нейтральной зоне. Но, скажем так, относительно недалеко. Ну, по правилам рыбачили. Северкорейцы их схватили. Значит, сказали, что, типа, ребята, вы нарушаете правила. И продержали их там неделю. Значит, у них добрали там телефоны в каютах и так далее. Ну, как бы, они ничего не нарушали. Понимаешь? Ну, их хватили. Ну, потом отпустили. Я думаю, со мной было примерно то же самое. После такой замечательной поездки в Северную Корею, стоит ли, по твоему мнению, включать в Северную Корею список стран для туризма? И зачем стоит ехать в Северную Корею? Если стоит. Мне кажется, стоит, конечно. Конечно, стоит. Почему нет? Вообще, я считаю, чем больше ее изолируют, тем хуже это влияет на них. Понимаешь? Это, ну, например, там санкции какие-то, не какие-то, а в очередной раз ввели эти санкции. Это, в общем-то, понимаешь, от них страдают в итоге люди. От них страдают люди, которые там живут, обычный народ. Что, ну, мне кажется, не очень хорошо. Вот. Поэтому ехать туда однозначно стоит. Нарушать правила там однозначно не стоит. Вот. Ну, это, как бы, вот люди живут еще и вот так. Понимаешь? Это любопытно. Понимаешь? Например, по Венесуэлу я бы, наверное, вот в данный момент времени, когда вот там сейчас происходит то, что, я бы так не сказал. Я бы вот сказал, что туда пока ехать не стоит с точки зрения безопасности. И Колумбия не стоит. А? Не, в Колумбии другая страна. Не, в Колумбии все спокойно. Не, в Колумбии другие проблемы. У них там, они занимаются выращиванием там своих в лесах. Ну, они кокс выращивают просто. И, как бы, вот. Не, в Колумбии такого нет. В Колумбии спокойно. А в Венесуэле с точки зрения просто, ну, там, перемещений по городу. Ну, да. То есть, ты приезжаешь там, тебя встречает посольство. Говорит, мы здесь перемещаемся только на бронированных машинах. Вы вообще из города не выходите. Ну, не из города. В смысле, из отеля вообще не выходите. Реально. Мне так сказали. Я когда приехал, я говорю, вообще? Говорит, вообще? А где есть? Ну, вот у вас есть ресторан в отеле. Ешьте там. Но при таком туризме, как Северная Корея, да, каждый день примерно с 7 утра до какого времени? До 11. Да. Туризм в Северной Корее представляет собой, это, соответственно, поездка, которую ты покупаешь. Она, все места, где ты побываешь заранее согласованы, одобрены. Они проплачены, в том числе. То есть, ты там практически ничего не платишь. То есть, обед, ужин, все входит в стоимость. Вот, да. И начинается, в зависимости от того, если там очередь на рано ехать надо, типа на ДМЗ, там в 7-8 где-то выезд. А привозят тебя вечером, да, там в 21-22 часа. И, в общем, такой, да, ритм. Ну, это скорее говорит об их старании, понимаешь? Они как бы, ну, то есть ты приехал, они стараются. Да, да, да. Они как бы, понимаешь, в целом вообще, ну, если убрать за скобки, ну, гипотетически убрать за скобки вот их пенциарную систему, ну, обычная страна, понимаешь? Обычная страна. А как бы все это вместе, ну… Ну, находясь там, ты не чувствуешь никакого либо давления, либо надзора 24 на 7. Надзор, конечно, надзор, конечно же, есть. И он не сводит с ума. Ну, я думаю, что если бы я не снимал, он бы меня не сводил с ума однозначно. То есть если бы я не чувствовал… Ну, то есть, условно говоря, понимаешь, ты все время как этот… ты как шпион под прикрытием. Ну, это было все внутри тебя, получается. Это чисто в моей голове, абсолютно, понимаешь? Если бы я не снимал… Ну, они, как бы, хорошо говорят по-русски, с ним есть о чем поболтать. Вполне, да, как бы… Немножко надоедает, но, в целом, как бы, это не так, чтобы… И когда… Ну, у меня было тяжелее, потому что, да, у меня была определенная такая прям паранойя. С каждым днем я все и больше, и больше, да. Южная Корея. Почему? Какая вот самая основная цель? Ну, очень интересно, конечно, посмотреть… Примерно вот там побывав… Там очень интересно посмотреть, насколько разными путями пошли страны. Вот. Сравнить, получается. Да, да, в том числе сравнить. Вот. При этом, как бы, понять, есть ли осталось в них лишь что-то общее. И, как мне кажется, осталось. Осталось, конечно. Осталось, да. Однозначно. Однозначно осталось, да. Вот. Ну, вот с этой точки зрения, конечно, интересно. Угу. Так, и самый главный вопрос. Вкус кимчи южной и северной Кореи отличается? Мне показалось, что отличается. Вот конкретно ту кимчи, которую я пробовал там и здесь, здесь мне показалось вкуснее. Вкуснее? Да. А чем она отличается? Она более… не знаю, здесь тупо капуста, которая была, она была какая-то более сочная, более, да, такая живая, такая, не знаю. Вот. Там был кимчи такой, прям, прям один перец. Перец какой-то там, прям минимум капусты был. Я думаю, это никак не связано с тем, что там очень мало капусты, а здесь очень много капусты. Нет, я не до такой степени. Еще надо сказать, что как бы в Южной Корее, надо понимать, что это тоже понимать, определенное время там назад тоже была очень крепкая антисеверокорейская пропаганда. Угу. Да, это как бы там и профессора все подтверждают и так далее. И даже сейчас, когда вот мы, вчера вот я, мы были на ДМЗ, на части ДМЗ, и там, значит, гид стоит и перед ним группа западных туристов, и он говорит, смотрите, пейзаж Северной Кореи, нет ни одного дерева. Да, да, да. Потому что нет ни одного дерева, потому что у них нет денег, потому что они сожгли все свое дерево. Ну, это же бред. Понимаешь? Это чушь. Я был в Пхеньяне, там все прекрасно с деревьями. То есть им... Действительно там есть деревья? Тьма там деревьев. Понимаешь, там тьма деревьев. Вот, понимаешь, как бы да, они другие, но вот иногда, понимаешь, это вот доходит до безумия какого-то. То есть, ну, ну, ладно, если вы там что-то рассказываете, ну, расскажи. Ну, тут можно их понять. Наверное, с их стороны, которые они наблюдают в Север, да, им не видно деревьев. Да. И они думают, что там нет больше деревьев. Я понимаю. И гид, как бы, понимаешь, он работает на потребу западного зрителя, который привык к тому, что в Северной Корее ничего нет. Понимаешь? Даже деревьев. А еще можно сказать, смотрите, а смотри, тут машин еще нет. У них машин нет. Ну, понимаешь, это как бы надо, если смотреть, ну, если разбираться серьезно, то надо как-то немножко превозноситься над этим и понимать, что, ну, прям совсем без деревьев, ну, не может страна жить. Понимаешь? Даже в Монголии, где там их это, то все равно они есть. Поэтому, как бы, все не черное и не белое. Понимаешь? И Северная Корея, она там не полностью черная. Там тоже есть полутона. Вот в этом смысле. Угу. Ну, а какую местную еду уже успел попробовать? Да, я попробовал, как это, шелкопряда вот этого, да? Да, да. Или коконно-шелкопряда. И как тебе было на вкус? Вкус, как будто муху жуешь. Не, не знаю, мне не сошло такое. Как будто, ну, потому что она… Это было самое специфическое. Да, пока, да, я думаю, это самое специфическое. Такая она… Там нет ни мяса, там ничего нет. Ты как будто, знаешь, жуешь шелуху какую-то, вот, да? Ну, очень. И запашок… Да, запах, запах. Самое главное – запах. Это невозможно. Да, да, да. Это все равно, что, вот я говорил, это… Если вот кот пописает, взять вот это, вылить на сковородку, подогреть, так прям… Вот так будет пахнуть. Максимально точная вещь. Ну, на мой вкус. Так, а острую еду уже успел попробовать какую-нибудь? Ну, я супчик ел, да, острый. Да, я думал, что я люблю острое. Оказалось, что нет, да? Оказывается, что тяжело, да. Оказывается, я могу не есть острое. Я выпил два литра воды, наверное, во время, пока ел его. Да, такое… Да, с острой едой тяжко. Далее, самый такой, еще один главный вопрос. Что ты знаешь о мире кипопа и кто такие BTS? Блин, BTS, честно скажу, не знаю кто такие. Я знаю, что у вас есть какая-то супер популярная рэп-группа, которая просто вообще разрывная. Да, да. У нас есть супер популярная рэп-группа, не кей-поп-группа. Да, да. Кто это может быть? Скажите нам, напишите, пожалуйста, в комментариях. Да, не помню. Да, вот. Ну, знаю, что очень, ну, круто развивающийся. В целом, как бы, молодцы корейцы в том, что развивают. И у них же кинематограф очень крутой. Угу. Причем очень конкурентный. И с последнего, что ты посмотрел? Начал смотреть «Паразитов». Не закончил. Не успел, да. Далее. Заметил ли ты какие-нибудь отличительные особенности во внешнем виде или в одежде корейцев? Ну, молодежь, в целом, конечно, выглядит более… Ну, если сравнивать, как выглядят южные и северные корейцы, то, в целом, в Южной Корее… Нет, не надо думать, что в Северной Корее сейчас ходят в каких-то серых, там, обносках. Это не так. Нет. Они абсолютно… Ну, то есть, это правда не так. То есть, по Пхеньяну они ходят… Ну, уж точно по Пхеньяну, в абсолютно нормальных, ярких, довольно одеждах. Мода там… Ну, у них все равно. В Северной Корее, например, мужчине можно до какого-то количества определенного причесок выбрать. Там, такое или такое. Ну, да. Я думаю, женщина с бегудей, как здесь, вот… Она не пойдет в Северной Корее, это однозначно. А здесь… Да, однозначно, да. То им, получается, в Северной Корее прописывают внешний вид. Ну, я думаю, если только в организациях. Так, чтобы на улице… Я слышала, что и по талонам им выдают какую-то нужную одежду. В Пхеньяне. Только в Пхеньяне выдают определенную одежду. Но, опять-таки, это не внешняя одежда. Это, там, нижнее белье. Это носки. Вот такие, понимаешь? И то, сейчас, в принципе, система карточная по стране не работает. Она работает только по Пхеньяну. И, в принципе, то, что человек получает что-то по карточкам, это говорит о его привилегированности. Обычные люди по карточкам ничего не получают. То есть, если ты их получаешь, значит, ты работаешь или в каком-нибудь миде, или еще где-нибудь. То есть, это хорошее. А что касается одежды… Ну, здесь, конечно, с точки зрения молодежи, гораздо более такой, скажем так, дерзкий, наверное, такой стиль. Ну, если больше вот внешний вид, например. Ну, здесь же ребята даже красятся. Это нормально. Ну, вот, да. Я как раз и хотела задать такой вопрос, что здесь особенности у корейских мужчин в норме, посеведневной. Ты можешь и нанести макияж, и маникюр сделать, и волосы покрасить. Вот как ты, русский мужчина, относишься к этому? Да, как человек, который… Против этого. Да. Ну, я никогда не делал маникюр. К сожалению или к счастью, не знаю, да. Сам стригу. Не знаю, да. Я сейчас был, значит, в университете, и там есть факультет красоты. И там, знаешь, это… Мне кажется, у нас просто сгребли самых высоких корейцев вообще со всей Южной Кореи. Они реально… Выше меня даже я одного увидел просто. Я… Такие… Ну, они еще ходят на таких ботфортах огромных, там какой-нибудь баленсиаги, типа прям, ну, с такой подошвой. Тоже крашеные. И… Ну, это прям… Ну, да. Мне очень непривычно. Высокие корейцы одеты еще каких-нибудь, знаешь, типа штаны такие, которые, типа, короткие и широкие при этом. То есть вот такие. И у него… Ну, да. И у них прям видно, что это очень впечатляет. Это вообще непривычно, да. Ну, вот, например, сегодня в университете, когда ты был среди девушек, успел оценить красоту южных кореянок? Есть какие-то отличительные черты, может? Или, например, ты можешь точно вот сказать, что северные кореянки, да, северные кореи девушки, они там более красивые. И либо все-таки южно-корея, они более красивые. Либо у каждого есть своя какая-то особенность. Я могу… Ну, здесь, конечно, будет такой ответ, что, понимаешь, у них там макияж есть, конечно. Причем, например, у нашего гида была пудра Фаберлика. Какие еще есть компании? Много. Ну, короче, какая-то американская или даже… Ну, короче, не знаешь, там… Не пудра, которую она там, понимаешь, от кирпича оторвала, знаешь. Вот красного растолчила ее, и ей там… Нет, нормальная пудра. Тепкая, да? Да. Нет. Нет, нет, нет. Нормальные они пудры. Что касается… Ну, там я видел несколько красивых женщин. Уже женщин. Ну, девушек, ладно, девушками миловидных. Там, конечно, меньше распространено. То есть там вот макияж менее агрессивный. Он есть, но он менее агрессивный, чем здесь. Получается, в Северной Корее мы можем больше отследить, как естественную красоту. Чем нежели тут. Там больше естественной красоты внешне. Это так, да. То есть здесь ты можешь увидеть девушку, и ты… Там, может быть, это пластика. Ну, то есть она может быть… У нее настолько, как бы, хорошие черты. Вот тебе кажется, что она вот красивая от природы. А учитывая, как тут развита пластическая хирургия, да? Да. Why not? Может быть спокойно. Подводя итог нашего интервью. Антон, опиши Северную и Южную Корею тремя словами. Северная – это недосоциализм. Угу. Первая. Вот. Не знаю, есть такое слово ли. Больше всего. Трудоспособность. Я уверен, что они очень трудоспособные, как и южнокорейцы. И они трудоспособны не потому, что им страшно. Как минимум, не только поэтому. Это бред. Потому что там люди искренне хотят, чтобы их город, их дорога, там, та часть, тот участок работы, где они работают, выглядел прекрасно. И это же свойственно южным корейцам. Ты представляешь, я ехал в метро в Южной Корее. Вчера мужик вез собаку. Она описалась. Ну, вот, и чуть-чуть протекло, значит. Он схватил, значит, сначала салфетку. Просто весь вагон побежал, вытер весь вагон салфеткой. Потом достал полотенце свое. Своим полотенцем все это вытер. Потом достал, значит, какой-то спрей антибактериальный, который пахнет лучше, чем от меня пахнет. Понимаешь? Набрызгал весь этот вагон. Супер все это салфеткой вытер. Понимаешь? Северным корейцам тоже свойственно вот такая. Да, русских людей это до сих пор впечатляет. Да, да, да. Вот, и блин. Хорошо, два слова и последнее, третье. Ну, надежда, не знаю. Надежда на лучшее. Пусть так будет, да. Нужная Корея. Ну, тут жесткий капитализм, жесткая конкуренция и жесткий прогресс. Неплохо. Неплохо. Спасибо тебе большое, Антон, за то, что сегодня ты к нам пришел. Вот, я надеюсь, это наша не последняя встреча. Спасибо и вам, дорогие подписчики, что сегодня были вместе с нами. Подписывайтесь на наш канал, на канал Антона. Ссылка в описании. Всем спасибо. Пока.